МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно поручению президента, к 30-му году проект должен охватить не менее 40% средних и крупных предприятий из несырьевых отраслей экономики. То есть порядка 12 тысяч компаний, в число которых теперь смогут войти предприятия туристической отрасли. Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения. Теперь налоговый вычет положен при вложениях на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, взносах в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Взносы по этим трем продуктам на общую сумму до 400 тысяч рублей освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Экономия может составить до 60 тысяч рублей ежегодно. Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января текущего года. Также предусмотрена трансформация старых инвестиционных счетов в новый тип и постепенное увеличение минимального срока владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа с 5 до 10 лет. За последнюю неделю компания «Лента» открыла в Петербурге 10 зоомаркетов. Специализированные магазины с товарами для животных расположены у кассовой зоны или входа. Их ассортимент не повторяет товары на полках гипермаркета. Зачем нужен такой формат, расскажет Милена Иконникова. Первый зоомаркет компания «Лента» открыла в 2018-м. И до прошлого года в Петербурге было всего 4 магазина. Затем рынок сузился, некоторые иностранные бренды ушли, на их место стали приходить новые игроки. А «Лента» решила воспользоваться «Моментом» и перезапустила свой формат, где собрала лучшие товары от самых известных производителей. Причем не масс-маркет, а в основном профессиональные и специальные марки. Преимущественно это бренды, которые произведены в России. По той причине, что множество брендов в прошлом году и в этом ушли с рынка. Они недоступны к поставкам в Россию. Соответственно, у покупателей и потребителей в том числе есть запрос очень активный к смене линей, которыми он раньше кормил своих животных и привык кормить их. И вот сразу пример. Лия Беспалова случайно зашла в новый зоомаркет на Планерной улице. Нашла здесь фактически клад, по ее словам. Корм для кота, у которого проблемы с почками. В последнее время очень трудно найти корма для такой проблемы, потому что уходят и уходят из страны, и нового еще хорошего не очень много придумано. Поэтому это была находка вот сейчас зайти в этот магазин и увидеть, что есть большой выбор. И я очень довольна, что рядом с домом есть такой шикарный магазин с большим выбором. А помимо ветеринарных кормов, здесь также корма для беременных собак и кошек с более обогащенным составом. Холистик, то есть самое натуральное и полезное питание. Все виды наполнителей, аксессуары, товары для красоты и аптечные средства. В общей сложности более 800 позиций. Причем консультанты прошли специальное обучение. И обязательно помогут с выбором владельцу любого животного. С кошками, с собаками человек как-то заходил с удавом. Люди приходят с птицами, бывают с голубями, с совами. Приходили как-то с кроликом. Сейчас в Петербурге 17 таких зоомаркетов, а в Ленобласти открыто еще 4. И по словам представителей компании, проект будет развиваться. Покупатели в большинстве своем – постоянные клиенты ленты. И по карте лояльности торговой сети в зоомаркетах для них действует скидка до 50%. Сегодня стартует уже третий этап проекта «Петербургский дизайн». До 2 апреля предприниматели и самозанятые могут подать заявку на размещение своей коллекции в торговых центрах города. Обратиться можно через личный кабинет на сайте городского акселератора. При отборе учитывается оборот компании, наличие своего производства, опыт продаж. Те, кто отправит заявку после 2 апреля, смогут стать слушателями образовательной программы и принять участие в других мероприятиях проекта. Смена сезона – отличный повод для обновления гардероба. Сменить меховые сапоги на новые весенние ботинки, в которых удобно гулять на свежем воздухе. А где найти качественную и эргономичную обувь, расскажем в нашем сюжете. Гибкая подошва из нескользящего каучука, натуральная кожа, удобные застежки и ортопедические стельки. Вот то, что делает обувь белорусского производства особенно комфортной, даже если вы обладатель проблемной стопы. Моделей на выставке больше тысячи. Это удобные ботинки и полуботинки, легкие туфли, кроссовки. На шнуровке, на молнии и на липучках. Но главное – широкий размерный ряд. Женская обувь от 36-го до 43-го, мужская – от 40-го до 49-го. Среди нашего широкого ассортимента удобной обуви для проблемных ног можно встретить и уникальные в своем роде экземпляры. Одним из таких является данная модель. Она имеет увеличенную полноту при своем аккуратном внешнем форм-факторе и подходит на широкую стопу. А также для тех, кто имеет трудности с подбором обуви на деформированную стопу и выпирающими косточками. Найти для себя подходящую пару могут даже обладатели широкой стопы. В продаже на выставке есть модели с полнотой до 10 сантиметров. А еще в весеннем ассортименте большое поступление обуви от знаменитой белорусской фабрики «Росвест». Производителя, который специализируется на производстве натуральной кожаной обуви, более 25 лет. Хорошая, не скользящая подошва. Красивый, жесткий задник. Здесь вот так вот все регулируется. Выставка «Белорусская обувь» теперь работает круглый год на втором этаже торгового центра «Шайба» на проспекте Стачек, 66, через дорогу от станции метро Кировский завод. Для удобства покупателей до 31 марта двери ярмарки открыли еще по двум адресам. На втором этаже Дворца культуры имени Ленсовета на Каменноостровском проспекте, 42В. И в левом крыле ДК имени Крупской на проспекте Абуховской обороны, 105. Ярмарки работают ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера. Анастасия Лакман, Олег Сергушев, Вадим Вагапов, телеканал Санкт-Петербург. Стоимость валютной корзины в целом сегодня почти не изменилась. Евро теряет в цене, юан и доллар немного укрепляются. Итак, официальный курс юаня на завтра 12,77 рубля, курс доллара 92,22 рубля, евро стоит 100,10 рубля. Дерхам Арабских Эмиратов примерно в 4 раза дешевле евро.